8 метров в высоту и 66 метров в длину. Мегаполотно, состоящее из тысячи отдельных холсов, создал художник из Бакистана Ликим Ибрагимов. Масштабный арт-проект «Тысяча ангелов и одна картина» сначала был выставлен в Ташкенте, но скоро он будет представлен в культурных центрах всего мира. Первой столицей, которая примет проект Ибрагимова, станет Прага. Далее экспозиция отправится в Мадрид и Флоренцию. О том, попадет ли мегаполотно в Книгу рекордов Гиннесса, узнаем у Евгения Орлова. Несколько лет непрерывной работы и сотни бессонных ночей. Так рождалось и воплощалось уникальное мегатворение Ликима Ибрагимова. В течение 10 лет и далее более я шел к этому. Днем и ночью работал, допоздна. Потому что у меня всегда мучила бессонница. Я страдал бессонницей. Не могу спать, мысли лезет и лезет. Я утром ухожу и допоздна работал. Картина высоты в трехэтажный дом и длиной в 66 метров создана по мотивам знаменитой восточной сказки «Тысяча и одна ночь». В разные годы по ее сюжетам сняты художественные и мультипликационные фильмы. Написано множество картин. Но впервые в истории мирового искусства герои этого легендарного литературного произведения отражены на полотне такого масштаба. Кстати, на создание арт-объекта ушло несколько сотен метров холста и почти три тонны краски. Это все я описал мастихином. Обычно масло с графиком не связывается, потому что очень трудно. Масло с водой нельзя смешивать, но я смещал его. Для реализации проекта его авторам предстояло решить несколько серьезных инженерных и технических задач. Специально для мега-картины разработаны и изготовлены металлоконструкции. Они сделаны с расчетом, чтобы выдержать многотонный груз под воздействием дождя, снега, ветра и солнца. Много было нюансов, каким образом выставлять эту картину. Нет ни галереи, нет ни помещений для того, чтобы показать. Соответственно, остается открытая площадь. Поставить просто холст. Европа дождливая у нас, насколько я знаю, непредсказуемая. Поэтому мы тоже понимали, что может обвиснуть, намокнуть и многие другие повреждения. Поэтому пришли к мнению, очень долго разбираясь, мы смогли найти, определенно заказать холст, который является с прожилками акрила. То есть это позволило нам укрепить сам холст, и тем самым он не боится никакой погодных условий. Не исключено, что полотно узбекского художника попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Заявка о включении картины в это издание уже принята к рассмотрению. Когда проект состоится к завершению, только тогда мы, организаторы и сам художник, поняли, насколько оказалось масштабным это полотно. Мы не претендуем на звание «Самое большое полотно в мире», но я думаю, что мы уверены в этом, что это самое большое полотно, состоящее из тысячи отдельных картин. Еще немного и громадное полотно во всем своем величии предстанет перед публикой в самом сердце Европы, столицы Чехии. И вполне возможно, что Прага ее жителям и гостям запомнится не только как город сотни башен, но и как город тысячи ангелов узбекского художника Ликима Ибрагимова. Евгений Орлов, Анвар Исмаилов. Новости культуры. Узбекистан. Евгений Орлов, Анвар Исмаилов.